Что можешь сказать про сегодняшний матч? Один тайм ты сыграл, в целом игра была такая довольно неплохая, много моментов было, в том числе в первом тайме. Что скажешь ты? Тяжелый матч, как и практически всегда бывает на сборах. Команда на фоне нагрузок, поэтому где-то, может быть, с мячом не получается показывать то, что хочешь. Но старались выполнять установку тренера. Конечно, шероховаться еще хватает. Ну да, очередной матч, где мы не использовали свои просто стопроцентные моменты, как это, там, пустые ворота, там, ребята не смогли попасть. Ну, это, конечно же, я думаю, что фон усталости. Но все равно нам еще тяжело, потому что практически новый коллектив, много новых ребят, и мы еще только месяц вместе тренируемся, еще притираемся, друг дружку стараемся понять поближе. Поэтому, ну, будем работать, у нас еще есть время. Конечно, все это тяжелая работа, но без нее никуда, и будем стараться улучшить нашу игру. Как самочувствие в плане физической кондиции? Насколько вот ты себя, например, чувствуешь готовым уже? Так, я не могу сказать. Надо вот полный матч сыграть, чтобы так сказать. Ну, на тайм, на тайм точно хватает, как минимум. Я думаю, что там, не знаю, как на всю игру, но на полтора тайма, думаю, точно бы хватило. Но вчера так, какая-то тренировочка у нас была хорошенькая с утра, потому что сегодня так немножко было тяжеловато. Ну, набираем, набираем потихонечку. Думаю, все нормально будет. Такая сегодня боевая игра получалась. Уже в первом тайме ребята заводились очень так сильно. Как думаешь, с чем это связано? Может быть, ну, от того, что, да, с мячом где-то ошибались побольше, поэтому много борьбы. Ну, и поле, конечно, не сказать, что такого прям хорошего качества. От этого, может быть, и была борьба. Ну, и команда эстонская такая, Прибалты дали нам сегодня, да, огня, можно так сказать. Не давали нам спуску, и, ну, приходилось где-то, может, отвечать там. Ну, не грязно, конечно, но старались все лицо в лицо. Ну, да, борьбы было много, поэтому... Есть, бывают такие матчи, когда надо где-то стиснуть зубы, там, через борьбу. Как говорится, кто выигрывает борьбу, тот выигрывает матч в большинстве случаев. Самое главное то, что у команды видится характер, потому что ребята не уступали в таких вот моментах, когда вот борьба, ребята вели себя очень так смело, да? Ну, да, он тут же Ванька Бахар, кажется. Маленький-маленький, а самый заводной, оказывается, там, скрутил этих центральных защитников, что они там не знали, куда от него убегать. Ну, да, да, все ребята с характером, все хотят побеждать, тем более у нас на каждое место, грубо говоря, по два человека, всем хочется доказать, и все хотят играть в таком клубе, поэтому, да, этого не избежать борьбы за место. Как себя чувствует Влад Лошкин, твой подопечный, могилевский парень? Влад Лошкин, ну, получше, там какая-то микротравма у него, поэтому, ну, я надеюсь, что скоро он, конечно, его сегодня на поле не хватало, его вот этой безудержной энергии, когда он там носится, завозит нас, когда смотришь, что парень такой молодой, молодец, он так бьется, ну, конечно, от него не будешь отступать, и, глядя на него, хочется тоже так же, ну, правда, уже годики не те, ну, ничего. Ну, подожди, теперь еще можно, можно спело пылить. Ну, Влад молодец, молодец, я еще горжусь, что он могилевский, тем более, поэтому я так немножко за ним присматриваю, ну, молодец, ерундой не занимается, слава богу, старается. Это самое главное. Ну, и заключительный вопрос у нас впереди, наверное, самые интересные, самые такие показательные матчи против московского «Динамо» и «Зенита». Крутые соперники, крутые оппоненты, и как лично ты к ним вот будешь готовиться, я не знаю, на уровне эмоциональном, моральном. Все-таки сыграть против таких команд – это круто. В психологическом плане, конечно, легче к таким командам готовиться, потому что, ну, когда сильная команда, ну, с ней всегда хочется играть, потому что, типа, смотреть на фоне их, конечно, себя проверить, тем более там будет у нас по полному матчу. Я думаю, что будет у нас там и работы хватать, и, так скажем, ну, всего будет хватать, и много будет, и, ну, я думаю, борьбы будет поменьше, чем сегодня, потому что команда играющая такая, и команды сами дают играть, потому что хорошая команда, они тоже больше любят с мячом, они не любят этот пустой бегать, или там борьбы какой-то, поэтому мы готовимся, и с «Зенитом», или с «Динамо» мне придется сыграть, ну, не мне, и всем нашим ребятам. Мы тут тоже ходим, прикалываемся, кто с кем хочет сыграть. Но Виталий тоже говорит, выбирайте, кто с кем хочет. Ну, мне, в принципе, без разницы, две очень хорошие команды. В российской премьер-лиге, тем более лидеры, но будет интересно. Сергей Витальевич, наверное, очередной наш матч на сборе, когда мы наиграли на победу, но ее упускаем. Согласны? Ну, эти три очка мы никуда не запишем. Конечно, вижу, что ребята немножко расстраиваются, хотят побед, хотят и видят, что они заслуживают эти победы. Но сегодня для меня нет, самое главное. Мы опять сыграли по одному тайму. Уже со следующих игр мы уже будем начинать играть практически по 80 минут по всей игре. То есть, кто сколько выдержит. Но то, что я вижу, я думаю, ребята уже способны играть все 90 минут, и 90 минут в хорошем темпе будут выдерживать. Наверное, из минусов стоит отметить, конечно, реализация. Спешка в принятии таких вот, бывает, простых решениях. Ну, это может быть связано где-то эмоционально. Ребята спешат их, как-то перехлёстывают эти эмоции. Они хотят играть быстрее и не всегда принимают правильные решения. И, наверное, может быть тоже где-то и такой фон усталости. То есть, глаза видят, а ноги не успевают сработать с головой. Ну, в целом, это всё поправимо. Плюс, опять же, новые команды создаются, ребята сыгрываются. Важно, что есть моменты. И понятно, что мы сегодня наиграли на победу, но для меня важно, что будет у нас 9 марта, и как мы пойдём дальше. Плюсы то, что я вижу, что ребята хорошо готовы функционально, хороший темп игры поддерживают. 45 минут, и я вижу, что они спокойно 75-80 минут уже могут выдерживать в этом темпе. Ну, и, конечно, вижу, что у нас уже есть такая вот, скомпоновалась группа игроков, что есть уже выбор у тренера. Хорошая конкуренция, здоровая. Ну, и порадовались сегодня тоже молодые ребята там. Практически в этой игре мы не дали сопернику создать ни одного момента. И, да, получили гол такой, можно сказать. Ну, это футбол, тут ничего не поделаешь. Ещё вопрос был и там офсайд, тоже такой момент. Да, ну, это мы не будем обсуждать, мне это важно. Вот, ну, и, я говорю, молодые ребята очень порадовали, особенно Халя очень уверенно сыграл. Да все, и Родионов, и Лях вышел на замену, так, с таким, с хорошим задором. Я, в целом, довольна этими ребятами. Вижу, что есть над чем работать, но и в то же время я вижу, что команда начинает принимать требования. И всё, я уверен, что всё будет хорошо. В целом, начало матча провели очень активно, где такая довольно высокая скорость игры была, активный прессинг у ребят был, всё-таки физические кондиции начинают прибавляться, и команда выглядит посвежее, правильно? Нет, то, что ребята в хорошем темпе проводят по тайму, это тут всем это видно, и уже посвежее стали в плане, но я говорю, что где-то та подготовка, которая у них есть сегодня, она им даже мешает, потому что силы появились, но стал отсутствовать разум. И где-то надо найти этот баланс, чтобы ребята и в то же время бегали, и ещё быстро принимали решение и думали. Но то, что ноги бывают не свои, не слушаются, нет, может, той резкости, скорости, это всё закономерно. Всё, мы уже один из этапов, мы уже закончили, это второй этап мы уже закончили, сейчас третий этап, мы переходим уже на недельные циклы, и у нас по субботам и воскресеньям будут по две игры, будем играть практически одним составом, вот, и уже осталось у нас, как бы, четыре товарищеских матча, в которых мы уже должны подготовиться к первому матчу Кубка Беларуси. Что приятно сегодня было отметить, то, что у ребят есть характер, потому что игра была боевая, местами даже грубая, но ребята не уступали в единоборствах и выглядели очень по-боевому. Нет, я даже сам от эстонцев не ожидал такой, немножко такой грязной игры, вот, ну, это футбол, здесь надо уметь терпеть, а самое важное, надо уметь себя не давать в обиду, вот, и как раз-то это умение, вот, именно правильно выиграть единоборств, правильно войти, правильно подставиться, и я говорю, мне сегодня Халя очень приятно удивил, он просто, думаю, его лучший матч сегодня был, поэтому планку поднял, сейчас ему ее надо, ее держать. Я говорю, доволен, что у нас реально подрастает хорошее молодое поколение, и я бы всех видел молодых ребят, которые вот с нами работают, у них очень большой прогресс. Наши свежие новички из Сербии, что можете сегодня сказать про их игру, про Марка и Доминика? Нет, Доминик, он очень уверенно работает, и вообще видно, что он не по годам очень так рассудительный, не по годам, как бы я бы так сказал, по-взрослому играет, вот, хотя еще там 21 год ему, да, но я уверен, что потенциал значительно выше, по мне это игрок реально, вот. По Марка, я скажу, что это тоже не зря он был, говорю, и в Портово три года был, уже поигравший парень, да, где-то он выбил его этот, футбольная жизнь это выбило из колеи, такой, все, но, по мне, у него огромнейший потенциал, ему надо просто чуть-чуть добавить именно силенки, функционали, в плане именно, он-то бегает много, но надо немножко силенки, и когда у него появится сила, он тогда сможет все выполнять, то, что его голова думает, он это сможет выполнять на поле, когда его ноги будут готовы. Самый главный вопрос, есть ли тот потенциал, тот огонь в глазах, который поможет ребятам реанимировать свою карьеру, потому что они довольно много пропустили за последний год? Так, на то и делается акцент, что именно мне интересны те футболисты, у которых есть желание, желание играть, желание побеждать, желание завоевывать титул, вот, и я доволен всеми ребятами, кто у нас работает, я доволен, что и Игорь Шитов тоже провел хороший матч, очень хороший матч, тоже был лидером, ребят за собой вел, да, всеми доволен, по большому счету, таких проблем нет, да, там, ну, не забили с линии вратарской пустые, ворота не забили, там не забили, ну, это футбол, что тут, значит, наши голы будут все в чемпионате. Сегодня не играла наша золотая, ну, ходишь, так сказать, Никита Демченко, Влад Ложкин, и что вот у них, насколько серьезные повреждения? Не, ну, Ложкина мы поберегли, потому что у него был ушиб тазобедренный, на тренировке получил, поэтому мы его так поберегли для матча с «Зенитом», мы стали уже его добивать, вот, а Демченко он просто приболел, поэтому он два-три дня тут находится в карантине, как приехал, и сейчас начнет потихоньку выкарабкиваться. Просто плохо то, что провел сборы, причем очень хорошо провел, набрал не такие кондиции, и тут выпал на то, сначала травма, такая микротравма, сейчас приболел, поэтому вот за это обидно. Влад Ложкина будет шанс покусать Бронислава Ивановича? Ну, я уверен, что будет, конечно. У нас сейчас еще и Ким поправится тоже после травмы, после ушиба, что с Витебском получил, поэтому каждому из них, понятно, они будут немножко хуже готовы, чем другие ребята, но то, что у них там 20 минут для атакующего игрока, это достаточно, чтобы выйти, показать свой уровень, и поэтому будем их использовать в этих матчах для ротации.